Так, давай знакомиться. Как зовут тебя? Илья. Илюх, я тебе задаю 6 вопросов по биологии. Отвечаешь правильно, а я тебе даю кучу денег. Боюсь, даже не унесёшь. Хорошо, постараюсь. Что по биологии было? Фотосинтез. А так я биологию не совсем знаю. Я больше общество знания, там, математика. Когда была принята Конституция Российской Федерации? Ладно, давай биологию. Это, вообще сознание, это такое. Лучше вообще не говорить, чем разбираешься, да? Ну, да. Хорошо, сколько лет тебе? 14. Ты даёшь добро на съёмку? Да, я даю добро на съёмку. Даёт добро, хорошо. Так, давай первый проверочный вопрос. Насколько ты знаешь биологию? Сколько хромосом у человека? 46. Это все знают, ребят. Вот так нужно учиться. Первый вопрос. Как называются животные, которые едят растения, так же и других животных? Всеядные. Потому что они всё едят? Да. Человек к этому относится? Нет. Типа, ты траву не ешь? Я? Нет. Я ем. Огурцы только? Ну, там, салат. Вот. Ну, траву, которая там у нас растёт на газоне, такой нет. Ну, то есть, по факту, не всеядные. Потому что, если всеядные, то это я могу есть и жуков, и комаров. А я таким не питаюсь. Мне кажется, что человек не всеядный. Хорошо, ладно. Так. Какая птица является первым вестником весны? О-о-о. Я хочу, чтобы ты победил. Весны? Так. Птицы, птицы. Ну, давай три варианта дам тебе. Давайте. Тут просто нужно угадать. Ну, не угадаешь нам, брат, но я максимально подсказываю. Смотри. Грач, бусил или ласточка? Ласточка. Брат, что ты плетёшь? Что ты делаешь? Не вали, второй вопрос. Ласточка улетает. Бусил. Ты серьёзно? А, нет, подождите. Стоп, стоп, стоп. Ну, было три варианта. Уже как бы тут сложно промахнуться, да? Грач. Грач, да? Ну, хорошо. Типа я не помогал тебе. Нет. Ты справился сам. Это мы-то вырежем. Да, да. Всё, мы вырежем. Ничего вырезать не будем. Так. Какая птица является самой крупной? Орёл. Ну, пожалуйста. Я очень хочу тебе дать деньги, но ты отказываешься. А какие есть птицы крупные у нас? Да какие у нас вообще на всей планете? На всей планете? У них даже яйца огромные. Страус. Страус же, вот видишь. Я тебе ни капли не подсказывал. Ты вот всё справляешься сам. Молодец. Хорошо. Так. Вот. Какие кровеносные... Какие кровеносные клетки существуют? Это не знаю. Это ещё у нас не было такого. Какой ты класс? Я в седьмой перешёл. Блин, ну и что делать теперь? Не проходил он. Типа, а чему равно пи? Проходил? Пи равно... Ну, я не проходил, но знаю. Три целых... Шестнадцать? Шестнадцать. Нет. Шестнадцать сотых, да. Да нет, четырнадцать. Четырнадцать сотых. Но это вы мне немножко обманывали. Я вообще никого не обманываю. Блин, ну смотри, когда ты кровь... Ну, я не проходил так. Ну, кровь, когда сдаёшь... Сейчас тебе подсказывать, можешь сейчас догадаться. Когда ты кровь сдаёшь в больнице, да? И тебе там прописывают, на что ты сдаёшь кровь. Лекоциты там... Второе назови хотя бы. Т следующая буква. Т? Трамбо. Не знаю такого вообще. В больницах не так часто ходил. Да и не изучал такого ещё. Трамбо. Сылы. Что? Нет, ну смотри. Лекоциты. И трамбо. Сыты. Отлично. Блин, вытаскиваю тебя вообще прям. Вообще прям. Два вопроса осталось, и ты будешь молодцом. Сейчас помогать не будем. Просто включи логику и мозг. Хорошо. У ребёнка 270 костей, а у взрослого человека 206. Ты же знал? Кивни. Да. Вот. А куда деваются 64 кости у маленького ребёнка? Когда он вырастет? Я думаю, они срастаются в большие кости. Уверен? Да. А молочные зубы типа выпадают? Молочные зубы выпадают. И остаются коренные. Ну, становятся коренные зубы. Хорошо. Отлично. Последний вопрос.